Посмотрите на вот этот проход на зоне 9. Вы, наверное, тоже заметили, что он у нас почему-то без решетки. В свою очередь, это значит, что в него можно зайти. И теперь, как вы думаете, что находится вот в этом тоннеле? Я даже вам дам 5 секунд, чтобы вы сейчас сами отгадали, что там находится. Время пошло. И да, возможно, вы уже догадались по названию этого ролика, что вот в этом тоннеле находится карта Сэндстоун. И да, ребята, это и вправду так. И давайте мы сейчас это проверим. Аккуратно проходим в тоннель. Немного заворачиваем. И видим стенку. Что? Нет, это не стенка. Это уже самое настоящее. Карта Сэндстоун. Как мы здесь видим, здесь есть проход. И тут реально можно пройти. Когда мы здесь пройдем, мы поймем, где мы теперь на самом деле находимся. И да, ребята, сразу вам говорю, что это все дело я сделал в игре CSGO. То есть, получается, я взял оригинальные карты из стендов 2, перенес их в CSGO. И дальше я их тут и соединил. Кстати, на картах я еще добавил некоторые секретики, о которых я вам сегодня скоро расскажу. Так что будет интересно. Как я вам уже сказал, я соединил карту Сэндстоун и карту Зону 9. Именно для CSGO. Но я также могу все это сделать и в стендов 2. Даже не спрашивайте как. Если под этим роликом за неделю наберется 5000 лайков, то я это сделаю. Ладно, вернемся к нашей карте. Как ни странно, из-за того, что мы соединили 2 карты сразу, то теперь на нашей общей карте есть 4 плента. Это получается А-плент, Б-плент, С-плент и Д-плент. Как бы это странно ни звучало. Но это я рассказал вам только о плентах. Но пока что я еще не рассказывал про точки спавна. Как мы помним, на Сэндстоуне здесь у нас появляются КТшники, а здесь появляются Теры. Во свою очередь, на Зоне 9 КТшники появляются здесь, а Теры вот здесь. И у вас сейчас наверняка есть такой вопрос. А как теперь спавнятся игроки на нашей соединенной карте? И да, они спавнятся так, как и спавнились обычно. Но только теперь это происходит немножечко рандомно. То есть, допустим, 3 спецназа появляются на карте Сэндстоун, а остальные 2 появляются на Соне 9. Теры, как и спецназ, тоже спавнятся рандомно. И возможно, у многих сейчас в голове такая мысль, что такое большое количество различных плентов и точек спавна вносит очень большой дисбаланс. И честно вам сказать, я не знаю, насколько это правда, потому что я не проверял. Представим такую ситуацию. Мы возродились за Теров. Вот на этом спавне на Сэндстоуне. И сейчас мы понимаем, что нам нужно куда-то заплантить нашу бомбу. И выбор у нас очень большой. Потому что мы можем пойти на любой плент на карте Сэндстоун или на любой плент на карте Зона 9. Допустим, мы выбрали Аплент на карте Зона 9. Для этого мы идем на позицию Зигзаг. И видим, что у нас здесь нету забора, который раньше был на карте Сэндстоун. Заместо него тут теперь есть проход на карту Зона 9. Мы в него спокойно проходим. И как бы странно это ни звучало, мы видим свет в конце тоннеля. Когда мы добираемся до этого света, мы замечаем, что пришли на спавнтиров только уже на карте Зона 9. Как мы помним, мы хотели прийти на Аплент. Так что мы идем четко по курсу. Тут, кстати, стоит быть аккуратным. Так как спецназовцы, которые могли заспавниться на Зоне 9, уже могли пройти гораздо дальше, чем на обычной карте Зона 9. Когда мы добираемся до нашей точки, мы уже здесь спокойно плентим бомбу. И внимательно ее охраняем. Но теперь давайте перейдем к интересным местам и пасхалкам на этой карте. Тут важно добавить, что я уже раньше отдельно переносил карту Сэндстоун и Зону 9 в CS GO. Я даже снимал про это ролики. И там на картах я добавлял различные секретики. И эти же секретики остались на новой соединенной карте. Давайте мы их посмотрим. И начнем мы с вот этой пасхалки под этой лестницей на карте Зона 9. Мы нажимаем на Ctrl, идем вперед и вот наша пасхалка. Изначально тут, кстати, был раньше Нянь Кэт. Но потом волшебным образом он почему-то сменился на вот это изображение. Также еще одна пасхалка у нас есть на КТ-спавне. И находится она вот у этого ящика. Мы просто идем за этот ящик, садимся и идем вперед. И тут у нас вот такая уютная комнатка. Напишите в комментариях, хотели бы вы такую пасхалку в Стэндов 2. Дальше у нас вот такая интересная позиция. Залезаем на эти ящики и потом прыгаем вот на этот забор. С этого забора мы можем пройти по этим скалам. И залезть на эти трубы. И по ним мы можем уже свободно гулять. Думаю, много кто мечтал реально полазить по этим трубам. Так вот, ваша мечта сбылась. Следующая интересная позиция у нас находится вот на этом месте. Мы запрыгиваем на эти ящики. Потом на забор. И потом мы аккуратно идем по забору. Тут нам дальше нужно перепрыгнуть на другую часть забора. Потом опять пройтись. И опять аккуратно перепрыгнуть. Ну и теперь самое интересное. Мы далее прыгаем вперед. Цепляемся за невидимый выступ. И аккуратно идем по нему вперед. И оказываемся вот на этой крыше. И тут мы уже свободно можем контролить игроков. Отправляемся теперь на другую часть карты. А именно там, где находится Сэнстоун. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, так это на вот этот красивый вид. На миду. Мы прямо отсюда видим карту зона 9. А вернее, мы видим здесь горы и антенну. Выглядит это, конечно, безусловно интересно. Для следующей позиции мы пойдем на Б-плэнд. Здесь мы вот так залезем на эти ящики. И потом сделаем просто прыжок вперед. И запрыгнем на этот балкон. Ну и пожалуйста, у нас новые интересные позиции. К сожалению, с этой лестницы на эту позицию запрыгнуть нельзя. Но впрочем, это и не нужно. Следующая позиция находится вот здесь. Мы просто запрыгиваем на этот ящик. С него мы прыгаем вот сюда вот. И теперь мы можем ходить по этому забору. Но это еще не все. После этого мы прыгаем вот сюда вот. И тут у нас вот такая новая позиция. Конечно, тут за карту особо не выпрыгнешь. Потому что тут я поставил невидимую стенку. Следующая позиция расположена у нас рядом. А конкретно она находится на этом балконе. Мы просто залезаем на это ограждение и прыгаем вот сюда вот. Ну и вот, наша новая позиция. Я думаю, много кто сюда хотел залезть. И да, это еще не последняя позиция. Теперь мы отправляемся на Аплэнд. И запрыгиваем на вот этот балкон. Ну и теперь отсюда мы уже можем запрыгнуть на вот этот выступ. Теперь мы можем контролить игроков. Многие, возможно, скажут, что такая позиция уже есть в Stand Off 2. Но важно тут отметить, что в отличие от Stand Off 2, тут можно гулять по всей площади выступа. А не только просто стоять на вот этом краю. Ссылка на эту карту, если что, в описании. Можете на ней играть с друзьями или с ботами. Но с ботами лично у меня нормально так проседает FPS. Так что лучше играть без них. Также на этой карте есть очень много интересных багов. О них вы сможете узнать вот в этом видео. Где мы играли с одним моим другом на зеркальной карте Sandstone. Также жмите на меня, если вам зашел мой контент. И, конечно, обязательно ставьте колокольчик на все уведомления. Потому что, если вы это не сделаете, наш YouTube канал вообще перестанет продвигаться. Ну и, как всегда, с тобой был Хифейк. Пока.